Белый дом КНДР перебросило в Россию не менее трех тысяч солдат, их могут отправить на войну. США фиксируют присутствие в России не менее трех тысяч северокорейских солдат. В дальнейшем их могут отправить на войну против Украины. Об этом сообщает новости Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби. Он рассказал, что США тесно сотрудничают с союзниками и партнерами, чтобы получить полное понимание ситуации вокруг отправки северокорейских солдат в Россию. По нашим оценкам, в период с начала до середины октября Северная Корея перебросила в восточные районы России не менее трех тысяч солдат, отметил Кирби. Он уточнил, что военных КНДР перебросили во Владивосток из северокорейского порта, в Ансан на кораблях. После этого их отправили на российские военные полигоны на Дальнем Востоке. Мы пока не знаем, будут ли эти солдаты участвовать в боевых действиях вместе с российскими военными, но вероятность этого безусловно весьма высока. После завершения обучения эти солдаты могут отправиться в западную часть России, а затем вступить в бой против украинских военных, подчеркнул Кирби. По его словам, США уже проинформировали украинские власти о своем понимании этой ситуации. Мы, конечно же, проводим тесные консультации с другими союзниками, партнерами и странами региона о последствиях, такого драматического шага и о том, как мы можем отреагировать, добавил он. Кирби рассказал, что если северокорейские солдаты вступят в бой против украинских защитников, это продемонстрирует отчаяние России. Россия несет огромные потери на поле боя, каждый день, но президент Путин, российский диктатор Владимир Путин, редакция, похоже, намерен продолжать эту войну. Если Россия действительно будет вынуждена обратиться к Северной Корее за рабочей силой, это будет признаком слабости, а не силы Кремля, добавил он. Он обратил внимание, что такой уровень прямого военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей будет иметь последствия для безопасности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе. Солдаты КНДР в России. Напомним, источники новости Украина уже несколько раз сообщали о присутствии северокорейских солдат на Дальнем Востоке. Но по словам собеседников издания, там готовят более 10 тысяч воинов КНДР. При этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что в ноябре против Украины начнут воевать около 11 тысяч северокорейских солдат. Также глава военной разведки Украины отмечал, что первые северокорейские солдаты должны были уже сегодня прибыть на курское направление.